В то лето я отирался у овощных баз на товарной, куда прибывали вагоны с арбузами, дынями и душистыми южными яблоками. Подворовывал, что-то продавал, что-то нес домой, но большую часть съедал там же, в зарослях высоченной травы. Но однажды меня накрыли дружинники и здорово напугали, сказав, что сдадут в милицию. Этого мне не нужно было совсем, потому что я уже состоял тогда на учете именно в линейном отделе. На той обезымянке, на улице первой, товарной, другой, шумели гулянки, хрустело стекло под ногой. Я в голос ревел, размазывал по щекам слезы, клялся никогда в жизни больше этого не делать и рассказывал, что сирота и живу с глухонемой теткой. Вот эта несуществующая глухонемая тетка их и разжалобила. Ладно, давай отпустим, сказал старший. Я уже начал успокаиваться и решил, когда отпустят, нырнуть в траву за составом и проследить, куда пойдут дружинники. Ведь надо же выведать, где у них штаб, чтобы в другой раз так глупо не попадаться. Но вдруг тот же старший произнес. А ну, дай слово, что не будешь здесь больше воровать. Честное пионерское? С надеждой спросил я. Нет, честное мужское слово. Я опустил глаза. Даю честное мужское слово, что не буду больше здесь воровать. На той безымянке, на улице первой, товарной, другой, шумели гулянки, хрустело стекло под ногой. Мы жили в бараке, что Зоновским только что был. Да кровушки, драки, тимуровцы бились без сил. Дымок папиросы, портвей на сладчайший глоток. Вопросы, вопросы и родины. Малый исток. Гагарин над нами. И славен советский футбол. Больными ногами я вкатывал первый мой гол. Там счастье и избыток. Мощеный гулаговский двор. Все, как через сито, ушло. Нету разговоров. Так я очутился на базаре. Шел, приглядывался. И вдруг из-за ящика увидел голову. И эта голова сказала мне, а ну подойди. Ног у него совсем не было. Он то ли сидел, то ли стоял на низкой тележке с подшипниками вместо колес. Возле тележки стояли деревянные толкачи, напоминавшие утюги. На вот, подкрути здесь, сказал он мне. Я взял отвертку и сделал все, как велели. Тогда он достал из холщовой сумки большое красное яблоко. На. Нет, спасибо. Не спасибо, а бери. Да не прячь ты его. Ешь. Чистое оно. Яблоко хрустнуло. Дядь, а вы кто такой? Я-то? Я Иван-разведчик. Называй меня просто Иваном. И на ты. Яблоко хрустнуло снова. Красть ты здесь не будешь. Да я и не краду. А я не спрашиваю тебя, крадешь ты или нет. Говорю, красть не будешь. А денег мы и так заработаем. Он был коренастый, обветренный и чисто выбритый. Темные волосы с просенью. Взгляд прямой и уверенный. Мужик. Так мы и подружились. Рано поутру столбили торговые места, а потом за небольшую плату сдавали их крестьянам. Сообщали торговцам о вчерашних ценах и ценах на других рынках, за что те иногда одаривали нас своим товаром. Я еще находил у Ивана людей, которым нужно было починить обувь. Он брал ее с собой и утром возвращал. Нас, мальчишка-девчонок, у Ивана всегда было не меньше трех-четырех. И когда с похмелья не выходил на работу дворник, мы умудрялись даже базар убирать. Потом у нас появилось свое торговое место, где мы продавали почему-то исключительно репчатый лук. Не свой, естественно. Иван с кем-то договаривался. А ты мне кто, Иван? Спросил я как-то моего знакомого. Я-то друг. И тогда я решился задать ему этот вопрос. Иван, а скажи, как у тебя с ногами вышло? На войне это. Мы тогда по языкам больше работали. Выследим, чин побольше сцапаем и айда к себе в штаб. Удачлив я был. Слава обо мне шла по обе стороны линии фронта. Ну, я и возгордился. А это, как я потом понял, последнее дело. Вот и вляпались мы в Карпатах. Ребят всех положили. А меня зажали так, что и деться некуда. Самого взяли, как языка. Не застрелился. Видимо, уже тогда понимал, что грех это. ССовцы из дивизии Галиция. Что нас взяли? Хуже немцев были. Раздели меня, положили на дощатый пол. Начали пытать. Один из них стал ноги мне рубить. От самых пальцев. По сантиметру. Сколько времени прошло, не знаю. Только слышу, орет мой палач, что есть мочь. Отрублю, говорит я этому коммуняке, голову. Вот тут я сознание и потерял. А очнулся уже в госпитале. В госпитале мне и рассказали, что, наверное, ССовцы решили, что я умер. И бросили меня. А женщина с соседнего хутора подобрала, затянула мои культи ремнями и выходила. Там два магазина. Мордовский, цыганский. Вот так. Буфетчица Зина отвесит конфет на пятак. В Мордовском пивная. В Мордовском всегда подают. И жизнь там иная. Девятого мая, салют. Мы крали арбузы на станции Погрузной. Еще карапузы ходили оравы бузой. Гудят паровозы. Трясется дощатый барак. И детские слезы, обиды, досады. Вот так. Поговаривали, что Иван был запойным. Заводился с полстакана, а потом валялся среди мусорных бочков и выкрикивал что-то непонятное. Но я его никогда пьяным не видел. Наоборот, при мне он отказывался даже от кружки пива. И мне всегда говорил, не кури и не пей, не пакостись. А сам куришь, возражал я. На что Иван говорил, ну что ж, что курю, что в этом хорошего. А потом, это не самый тяжкий мой грех. А какой же самый тяжкий? Спрашивал я у него. Людей я убивал, отвечал Иван. Ты же говоришь, что это были враги божьи. Может, и враги, а может, среди них и другие попадались. Чем дольше живу, тем больше об этом думаю. Говорил Иван. Доставал папиросу. Но, глядя на меня, прятал ее обратно. К вечеру за ним приезжала Анастасия. Высокая, статная, с следами былой красоты. Она сажала его в специальную тележку, на которую он грузил свой самокат. И так вдвоем они отправлялись в путь. Она высокая и ладная, и он безногий ее кормилиц и добытчик. Однажды я спросил его, а Анастасия тебе кто? Одни говорят, жена, другие сестра. Разве так может быть? Все может быть, ответил Иван. Если на то, воля божья. Анастасия моя хозяйка. На базаре Ивана не то чтобы любили, но чтили. Каждый норовил дать ему что-нибудь из своего товара. Но брал Иван не у всех. А если что и брал, то почти всегда отдавал местному дурачку, которого я подозревал в том, что он только притворяется дурачком, чтобы кусочек палакомия прихватить. Я вообще не знаю, оставлял ли себе Иван хоть что-нибудь дареное. Потому что не раз и не два видел, как он доставал из холщовой сумки то мандарин, то горсть урюка. И отдавал какой-нибудь старухе, торгующей травами или грибами. Возьми, Марковна, дома внучку угостишь. Спаси тебя Бог, Ванюша. Но однажды он не появился на базаре. Не был его ни на другой день, ни на третий. Говорили, что он умер. Но никто из нас, конечно, этому не верил. А дурачок даже вцепился одному торговцу за такие слова в руку. Да так, что тот даже взвыл. Стучали вагоны, гремели разрывы сердец. О, милая зона, о, родина, мама, отец. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры подогнал «Симон»!